Здравствуйте! Вы смотрите итоговый выпуск программы «События». Главное, за неделю расскажут мои коллеги и я, Виктория Шаре. Коротко об основных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Своё выступление Владимир Путин начал с темы пандемии коронавируса. Он поблагодарил всех людей, чей труд позволил пережить в стране самые трудные времена. Но расслабляться рано. Ковид пока не побеждён. Сегодня Россия обладает тремя надёжными вакцинами от коронавируса. И это прямое воплощение растущего научного потенциала нашей страны. Центральное значение сейчас имеет вакцинация. Прошу правительства, Минздрав, глав регионов в ежедневном режиме заниматься этими вопросами. Возможность сделать прививку должна быть повсеместной, что позволит осенью сформировать так называемый коллективный иммунитет. Решение этой задачи зависит только от нас с вами, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России. Сделайте прививку. Программу туристического кэшбэка в этом году продлят. Россиянам, купившим путёвки в отечественные санатории и на курорты, компенсируют 20% стоимости. Также государство оплатит половину стоимости путёвки при поездке детей в летние лагеря. Дополнительные возможности появятся для студенческого туризма. В первую очередь будут поощрять молодёжь, которая проявила себя в Олимпиадах и в спорте. По словам президента, работники скорой помощи, которые взяли на себя основной удар во время пандемии, должны быть обеспечены всем необходимым. Также надо больше внимания уделить здоровью населения в условиях распространения коронавируса. Прошу правительство, Минздрав совместно с субъектами федерации с учётом текущей эпидемиологической ситуации расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров. Запустить их в полном объёме с 1 июля текущего года. Для людей всех возрастов. Здесь важен максимальный охват. Поэтому уже в ближайшее время нарастим для регионов поставки мобильных медицинских диагностических комплексов. Президент высказался и о региональной политике в России. Губернаторы, которые поддерживают свой регион, в почёте. Владимир Путин назвал одной из главных бед губернаторов долговое бремя бюджетов. Правительству Российской Федерации было поручено до июня представить предложение по долгосрочной устойчивости финансовой самостоятельности регионов. Для тех, у которых уровень коммерческой задолженности превышает 25% доходов, надо заместить её бюджетными займами с погашением до 2029 года. Поддержку получат регионы, которые проводили взвешенную долговую политику. Подчеркну, реструктуризацию накопленной задолженности надо использовать именно как механизм повышения самодостаточности региональной экономики. Тем более, что мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития. Что имею в виду? А именно, так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты. По ставке не более 3% годовых и сроком погашения 15 лет. В России действуют системы выплат на первого и второго ребёнка. В 78 регионах выплаты производят на третьего ребёнка 11 300 рублей в месяц. С 1 июля текущего года детям, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата в 5 650 рублей по стране в среднем. А женщинам в положении, испытывающим материальные трудности и вставшим в ранние сроки на учёт, ежемесячную выплату в 6 350 рублей. Больничный по уходу за ребёнком до 7 лет будет выплачиваться в размере 100% от заработка. Продлена программа материнского капитала. Теперь его выплачивают за рождение первенца. Сумма проиндексирована и составляет 640 тысяч рублей. В августе, чтобы собрать ребёнка в школу, все семьи с детьми получат единовременные выплаты в 10 тысяч рублей. Виктория Шарая, События. Основные тезисы послания Владимира Путина прокомментировали первые лица области и города. Губернатор региона Дмитрий Азаров и глава Самары Елена Лапушкина обратили внимание на ключевые моменты обращения президента. Те решения, которые озвучил сегодня президент по поддержке системы здравоохранения, социальной защиты, развитию образования, культуры, они нашли горячий отвлек у всех участников послания. Хочу отметить последовательную позицию президента по поддержке семей с детьми. И в прошлом году, невзирая на все вызовы, с которыми мы столкнулись, снижение бюджетных доходов, именно на эту категорию основная масса мер поддержки была направлена. Это и дополнительные выплаты по детям с 8 до 16 лет. Важнейшее решение. Это и возврат стоимости оздоровительных путевок для детей. Это и стопроцентная оплата больничных листов родителям детки, у которых до 7 лет. В очередной раз убедилась, насколько президент понимает ситуацию, которая сейчас происходит в стране, и понимает проблемы, с которыми сталкиваются люди. Большая часть посланий была направлена на социальную поддержку людей, на людей молодых. Речь шла и о студентах, речь шла и о школьниках. Речь шла и о социальной поддержке молодых родителей, в том числе и родителей, которые в одиночку воспитывают детей. Речь шла и о поддержке молодых учителей. Конечно, не прошла стороной и поддержка здравоохранения. Рассматривается возможность применения инфраструктурных кредитов. И очень надеюсь, что с помощью этих кредитов регионы и города, в том числе, будут развиваться достойными темпами. Первостепенная задача в том, чтобы наша молодежь именно изучала, знала прошлое. Без прошлого не будет будущего. А будущее – это наше молодое поколение. В каждом районе у нас, города, находятся элекционные группы целые. Эти элекционные группы наших ветеранов, они закреплены за нашими учебными заведениями. И эти представители наших общественных организаций, они приходят на уроки, на уроки мужества, просто на беседы, на встречи. Сейчас эта поддержка, этот такой тренд на поддержку семей, воспитывающих детей, расширяется. Важно, что выделили такие категории граждан, как матери и отцы, одиноко воспитывающие детей с 8 до 16 лет, то есть школьников. И им будет оказана отдельная поддержка. Городские власти начали подготовку к единому дню голосования. Напомню, 19 сентября пройдут выборы в Государственную Думу и в областной парламент. Глава Самары Елена Лапушкина провела встречу рабочей группы по содействию избирательной комиссии. Подробнее расскажет мэрия Елчан. На территории Самары сформировано 467 избирательных участков для предстоящих выборов в Государственную и Губернскую Думы. Подготовка помещений для них – одна из ключевых задач. Также важно провести мониторинг надлежащего состояния прилегающей территории, подходов и подъездных путей к избирательным центрам. Эти вопросы обсудили на совещании рабочей группы по содействию избирательной комиссии с участием главы города Елены Лапушкиной. Наша с вами задача – максимально подготовить избирательные участки и, в принципе, подготовиться к этой избирательной кампании. По сравнению с предыдущими выборами у нас добавился только один избирательный участок в промышленном районе. Поэтому изменения у нас минимальные в этом плане. И все вы прекрасно знаете степень своей ответственности и те задачи, которые перед нами стоят. Помещения, которые будут задействованы во время проведения выборов этой осенью, проверят на антитеррористическую защищенность. Вопрос безопасности всех участников процесса в приоритете. Заранее проведут работы по планировке и обеспечению избирательных комиссий транспортом для голосования на дому. Сроки достаточно. Как бы с одной стороны время есть, но с другой стороны его не так много. Практика, еще раз говорю, показывает, что данная форма является востребованной. Можем очень хорошо защитить избирательные права наших граждан, организуя данное голосование. Обсудили на совещании вопрос о санитарном содержании участков, прилегающих к центрам избирательных комиссий. В рамках месячника по благоустройству территории сейчас приводят в порядок. Перед началом выборов работа будет продолжена. Для того, чтобы обеспечить доступность маломобильным гражданам, в этом году выделили средства на устройство пандусов в шести образовательных учреждениях. Во всех есть избирательные участки. Мэриил Чан, Николай Епифанов, Константин Головин. События. Месячник по благоустройству в самом разгаре. Сейчас в Самаре в порядок приводят проспект Кирова и Ракитовское шоссе. Скоро начнутся работы на путепроводе на улице Земица. На эти участки дорог жители жаловались больше всего. Глава Самары Елена Лапушкина проверила, как там выполняют ремонт, а также оценила общее благоустройство города и приняла участие в субботнике на аллее трудовой славы. Андрей Горгуленко подробнее. Проспект Кирова – одна из самых загруженных улиц Самары. Сейчас на дороге начался комплексный ремонт от заводского шоссе до улицы Победы. Ход работы оценила глава Самары Елена Лапушкина. Здесь заменят не только дорожное полотно, но и тротуары, бордюры, а также трамвайные межпутии. Кроме того, на путепроводе сделают дополнительное ограждение трамвайных путей, чтобы по ним не ездили автомобили. Это у нас первый раз вот такой, так скажем, выделенки делаем для трамвайных путей. Глава Самары проверила и другие объекты улично-дорожной сети, которые вызывали нарекания у жителей города и которые будут отремонтированы в этом году. Так, на улице Земица отремонтируют путепровод длиной 510 метров, уложат новый асфальт, восстановят бордюры и там, где необходимо, выполнят замену гидроизоляции. В основном здесь движение большегрузное, трафик здесь очень большой. Будем выполнять работы, устанавливать светофоры, реверсивное движение, то есть мы будем работать на одной полосе. Активные работы ведут на Ракитовском шоссе. В ближайшее время подрядчик на сухих участках дороги начнет фрезерование старого асфальта. А пока продолжается установка ливневой канализации, чтобы отвезти с дороги лишнюю влагу. Канализационные решетки установят в трех местах на протяжении всей дороги. Первый дождеприемник у нас практически, вот светопор и вот грузовик едет. Вот там у нас будет первый дождеприемник с тремя решетками, другой у нас будет чуть ниже и третий дождеприемник практически метров за 150 до места врезки перед Карлом Марксом. Те дороги, на которых было особенно много жалоб, это и Ракитовская, это и Землица, это и проспект Кирова, это и Чекистов. Понимаю сроки, когда на другие дороги зайдут у нас подрядные организации на дорожное полотно. Кроме того, глава города оценивала не только состояние дорог, но и общее благоустройство Самары. К некоторым улицам у Елены Лапушкиной были нарекания, которые она передала главам городских районов. Закончила объезд глава Самары на аллее трудовой славы. Она приняла участие в субботнике на территории, где будет установлена стела «Город трудовой доблести». Это звание было присвоено городу президентом России Владимиром Путиным прошлым летом. Участие в субботнике принял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. После работ они вместе с главой города осмотрели территорию и обсудили на месте комплексное развитие всего участка. И какие работы еще предстоит сделать. Надо, конечно, подумать, как мы делаем это всегда, о комплексном преобразовании пространства и прилегающей территории. Здесь еще очень много работы. И мы сейчас с главой городского округа, с Еленой Владимировной Лапушкиной это обсудили. Здесь много что предстоит сделать, чтобы появившийся здесь знак выглядел гармонично и создал действительно торжественную обстановку по всей территории. Минувший субботник стал вторым общеградским в этом месяце. Еще один, общероссийский, состоится 24 апреля. Работать также выйдут все муниципальные службы города. Андрей Горгуленко, Василий Колдашев, Константин Головин. События. Изменения в генплан города и развитие микрорайонов на окраинах. С такими вопросами обратились к главе города Елене Лапушкиной и жители Самары во время личного приема. Как эти вопросы будут решаться, расскажет Андрей Горгуленко. Возвести новые домики и постройки для садоводства или узаконить старые. Сейчас для дачников нескольких товарищей недалеко от Ракитовского шоссе это вызывает сложности. Некоторые дачные участки по генеральному плану города находятся в рекреационных зонах, которые запрещают любое строительство. Председатели садовых товариществ обратились к главе города, чтобы внести соответствующие изменения в генплан. Руководитель департамента градостроительства Сергей Шанов отметил, что эта работа уже ведется. Изменения внесут в этом году. Для этого председатели должны предоставить точные границы своих дачных участков. В этом году мы завершаем работу над новым генеральным планом города Самара. Все эти территории у нас войдут в зону садоводства. К концу этого года мы планируем генплан утвердить. Летом планируем проведение публичных слушаний. К главе города обратилась и жительница микрорайона Орловский Светлана Лаврентьева. Это новый микрорайон в Красноглинском районе. Здесь земельные участки в черте города для дальнейшего строительства получают многодетные семьи. К микрорайону уже начали проводить коммуникации. Электричество, канализацию, водовод, отопление и газ. Женщина попросила построить дорогу к микрорайону, развить социальную инфраструктуру, а также вывести лишний грунт, который остался после проведения коммуникаций. В качестве временной меры дорогу отсыпят асфальтной крошкой. Срезают здоровье асфальт, дробят и к вам отправляйте. Пока идут ремонтные работы, мы будем вам отсыпать крошкой вашей улице. Но опять определитесь по самым необходимым, по первоочередным. Также Светлана Лаврентьева выразила просьбу назвать улицы в будущем микрорайоне в честь тех, кто помогал многодетным семьям создать комфортные условия для проживания. Глава Самары предложила сначала узнать мнение людей, чьими именами хотят назвать улицы, как они сами к этому отнесутся, а также подумать об альтернативных вариантах, например, улицы детства и материнства. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Николай Пифанов, Григорий Плешаков. События. В преддверии майских праздников санитарно-эпидемиологические меры в Самарской области усилят. Такое поручение дал глава региона Дмитрий Азаров на заседание оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Какие конкретные решения были приняты в нашем сюжете? Эпидемиологическая ситуация в регионе по-прежнему требует соблюдения ограничительных мер. Приближаются майские праздники, когда люди отправляются на отдых за рубеж в другие регионы страны, на турбазы и дачи. Соблюдать элементарные правила профилактики – масочный режим, социальную дистанцию, а для пожилых режим самоизоляции – необходимые тем, кто прошел вакцинацию. Об этом говорила главный санитарный врач Самарской области Светлана Архипова. Что касается проведения парада 9 мая, решение о его организации и количестве участников будет принято позже. Мы поступили в наш адрес рекомендации о мерах по обеспечению самих благополучия при подготовке и проведении военных парадов, а также шествия акции «Бессмертный полк». Буквально поступили они полчаса перед началом штаба. Мы их изучили на правильный штаб для возможности обеспечения. Окончательное решение по количеству привлекаемых и возможных для осуществления этих мероприятий количества гостей и участников поступит несколько позже. В целом, соответствующие подготовительные мероприятия подготовлены. На первые майские недели приходятся большие религиозные праздники – Пасха и Курбан-Байрам. На оперативном штабе отметили, что представителям конфессий необходимо обеспечить соблюдение ограничительных мер и самим сделать прививки, чтобы вдохновить своим примером окружающих. А также скоординировать работу по вакцинации и максимально ускорить ее темпы. Для этого есть возможности, подчеркнул губернатор Дмитрий Азаров. Может быть, они вместе придут и одновременно вакцину поставят, и сразу все обратятся. И Владык Сергий, и Талиб Казрат, и Шлема Дойч, и так далее, и так далее. Коллеги, ну просто думайте, ну думайте, коллеги. Ну потому что мы одними вот там запретами или обращениями здесь ситуацию не решим. Что касается глав муниципальных образований, то в оставшиеся до праздников дни они должны отработать меры контроля. Особое внимание нужно обратить на уже открывшиеся санатории и турбазы. Важна максимальная мобилизация по отраслям и муниципальным образованиям, заключил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Виктория Шарая, События. Коронавирусная инфекция, затем серьезное осложнение на глаз и потеря зрения. Врачи Самарской областной офтальмологической больницы буквально заново открыли мир для поступившего к ним пациента. Медики провели уникальную операцию по пересадке роговицы и замене хрусталика. Подробности в репортаже наших корреспондентов. Хрусталик у нас помутнил вследствие заболевания. У нас была дефка в роговице и меняется биохимия глаза и меняются структуры глаза. С таким повреждением глаз Андрей Криничный поступил в Самарскую областную офтальмологическую больницу. Он приехал из Волгограда. Рассказывает, что проблем со зрением никогда раньше не было, ведь он бывший военнослужащий. Но все изменилось во время лечения коронавирусной инфекции. Из-за ослабленного иммунитета у Андрея появилось инфекционное заболевание глаз. Утром я проснулся, почувствовал, что что-то не то, потому что зрение пропало левого глаза. Если защитных сил организма не хватает, то вирус герпеса, который вызывает пузырьки и корочки на губах, он на роговице вызывает воспаление, причем иногда глубоко, иногда на всю точку на роговице. Иногда присоединяется вторичная инфекция, иногда это приводит к перфорации, то есть просто к появлению отверстия на роговице, а это уже чревато потерей глаза. Практически в таком состоянии пациент к нам попробовал. Самарские медики провели действительно уникальную операцию. Помимо пересадки роговицы, пациенту заменили хрусталик. Пришлось делать одномоментно такую тройную процедуру. Это замена роговицы и удаление хрусталика с инглантацией энтропулярной линзы. Самым главным для врачей стало сохранение глаза и восстановление зрения. Сейчас пациент чувствует себя хорошо и проходит реабилитацию. Еще полтора года он будет регулярно наблюдаться у офтальмолога. Чувствую себя сейчас нормально. Ну не знаю, кто бы еще мог сделать такую операцию. Хороший хирург, хорошее оборудование, ответственный, внимательный к себе пациент. Действительно полученный результат нас очень обрадовал. Подобных операций по замене роговицы в больнице имени Ярошевского делают около 120 в год. И каждую шестую – жителям других регионов России. Ольга Павлова, Ирина Балясникова, Николай Сидоров. События. Самарцы присоединились ко всемирному флешмобу, посвященному Дню охраны памятников культурного наследия. В этот день обсуждают вопросы сохранения памятников истории, а также проводят закрытые экскурсии по местам, которые в обычное время скрыты от глаз туристов. На этот раз самарцы смогли увидеть знаменитую дачу со слонами. В этом году ее ждет преображение. Как сегодня выглядит объект культурного наследия, увидела Гульфия Сафина. Когда-то, в начале 20 века, он выбыл участок на обрывистом берегу Волги. И примерно в 1908-1909 году построил здесь свою знаменитую дачу. Ее называют домом с призраками или графскими развалинами. Дача со слонами купца Константина Головкина много лет находится под охраной. И обросла не только травой, но и самыми разными мифами. Развеять их самарцы смогли в Международный день памятников и исторических мест. Мы решили в этом году начать вот эту традицию такую и начать с дачи Головкина не случайно, потому что в этом году празднуется 150 лет со дня рождения Константина Павловича. Вообще любой житель любого города должен знать о своем городе. Чем Самара отличается от Саратова? Хотя бы тем, что у нас есть дача Головкина со слонами, а у них ее нет. Кроме того, Головкин, конечно, был уникальным человеком. Основатель Самарского художественного музея, художник, краевед, фотограф, меценат. Он во многом опережал свое время и финансово мог позволить себе построить этот дом в столице Австрии. Но настолько беззаветно любил Самару, что даже в условиях надвигающейся революции решил остаться на родных берегах. Дачу Константин Головкин проектировал сам при поддержке архитектора Валентина Тепфера. Я на самом деле очень люблю дачу с слонами. Каждый раз, когда приезжают друзья из другого города, я вожу их. Там есть такая тропка вдоль заборчика, откуда можно увидеть слонов. И каждый раз я говорю, что вот смотрите, это визитная карточка нашего города. Если вы не были здесь, вы, считай, в Самаре не были вообще. Поэтому для меня было огромной удачей попасть сюда. Я очень рада возможности увидеть слонов вот этих вот вблизи. То есть это вообще просто классно. Они очень красивые. И вот эта вот статуя тоже. Ну и само здание очень красиво. Очень яркий представительный модерн. У нас самарский модерн, уникальный. Вообще самарская архитектура. Я считаю, что ее нужно сохранять, нужно ее беречь. В год 150-летия со дня рождения купца Головкина дачу решили отреставрировать. Конечно, это потрясающее здание. Я очень рада, что в этом году начнется его реставрация с помощью, в том числе, федерального бюджета. Это, конечно, большое достижение. Я надеюсь, что реставрация будет проведена на должном уровне. И, конечно же, хотелось бы увидеть максимально возможное возвращение к оригиналу. Дачный комплекс со слонами – объект культурного наследия федерального значения. Сейчас он принадлежит Самарскому политехническому университету. После реставрации, который по проекту завершится в следующем году, его планируют адаптировать под учебные классы для будущих архитекторов. Ульфия Сафина, Николай Сидоров. События. Ферзевый гамбит, ройл, вилка и рокировка. В Самаре прошел городской турнир по шахматам. За победу боролись 74 спортсмена от 6 до 17 лет. За напряженной борьбой умов наблюдала Ольга Хомракулова. В Самаре состоялся турнир городского округа по шахматам «Феномен». 74 спортсмена от 6 до 17 лет отыгрывали классику в 7 туров по швейцарской системе. То есть победитель играет с победителем, проигравший с проигравшим. Классика – это от 60 минут, контроль времени на 60 каждому игроку. Игра – это в двух группах. Первая группа с рейтингом 1000-1250. Это у нас, скажем так, на юношеские разряды можно выполнить норму. И вторая группа у нас 1250-1500. Это уже первые юношеские и уже с заходом на взрослые разряды. Сам турнир – квалификационный. То есть у каждого спортсмена по итогам соревнования будет изменяться всероссийский рейтинг. Награждаться будут вообще все ребята, кто принимает участие. Ну а победители, они, конечно, еще и дополнительно даже такие хорошие призы получат. Это не является каким-то отборочным. Это квалификационный турнир. Он позволяет повысить свои рейтинги российской шахматной федерации. Турнир городского округа Самара проходит в третий раз. За это время география участников расширилась. Приезжают ребята со всей страны. Получается первый детский разряд. Я играла в различных турнирах клубные. И группу сказала, мама предложила, и я поеду. Турнирные призовые места в двух категориях заняли самарцы. При этом наши игроки зарекомендовали себя на всю страну. Сейчас, например, шахматисты до девяти лет готовятся к майской поездке в Кострому на первенство России. Ольга Хомракулова, Николай Епифанов. События. На этом наш выпуск завершен. Всего вам доброго и отличных выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин